Здравствуйте, друзья! Намасте! Это Олег на канале India Magic TV. Сегодня очередной репортаж из Индии, из Вриндавана. Седьмой день трехнедельного карантина, объявленного индийским правительством. Я проехался по Вриндавану на велосипеде, чтобы купить продуктов, чтобы снять денег в банкомате. В интернете сейчас очень много разных негативных постов, случаев, но смотрим, что происходит у нас здесь. Я могу говорить только про Вриндаван, что в других местах я не знаю. Здесь пока спокойно, есть все необходимые продукты и даже больше того. Все это вы увидите в данном ролике. Кроме того, приходит информация от моих друзей из Путтапарти, из Ришикеша и из Ауравиля. Там тоже все хорошо. Ну, наверное, приятнее всего сейчас находиться в Ашраме Сатя Сайбабы в Путтапарти. Там вообще прям курорт. То есть, наверное, вот в таких более-менее духовных местах среди индийцев не наблюдается какой-то паники или сумасшествия, и все нормально. Почему я говорю в более-менее духовных? Ну, наверное, потому что даже в самом духовном месте не все люди, которые там живут, они духовные и хорошие люди. Люди разные. Я приехал рано в банкомат. Банкомат откроется в 9, сказал охранник. Сейчас без 20. Еду обратно. Пока схожу в магазин. Там очередь в магазин. Ну, не пускают сразу много людей. Поэтому пойду, постою очко. Мне кое-что купить надо. И потом вернусь в банкомат. Ну что, приехал, смотрю, банкомат и вообще все там на лопату. Уже спугался, что вообще банкоматы закрылись. Вон парень едет на велосипеде. Сейчас я его догоню. С ним едет обезьяна на велосипеде. Это очень прикольно смотрится. Лангур с ним едет, друзья. Это лангур, это не маката. Вот так вот это происходит. Вот уже нет очереди около магазина, пока я съездил в банкомат, который закрыт. И я смогу сейчас зайти. Сейчас в магазин работать. Друзья, набрал полный рюкзак продуктов. Вот смотрите, все есть. Продают сладков. Продают сладков овощи, фрукты. Никаких проблем с едой нет. Вот сзади меня вы видите такой маленький рыночек. Он работает. Все замечательно. У нас во Вриндаване пока что все хорошо, можно жить и довольно все спокойно. Я съездил сегодня, вот сейчас прямо я вернулся из банкомата. Я снял денежек в банкомате. Если кто из вас здесь во Вриндаване, банкомат открывается в 9. Раньше 9 смысла нет сюда приезжать. Это тут русский дом. Вот видите справа большой русский дом. И вон там вот рынок. Все продают, все что нужно. Даже больше чем нужно, наверное. Любые фрукты есть, которые всегда здесь есть. Они есть. Очень хорошая лавка вот здесь с овощами. Все есть тоже. Имбирь, помидоры, огурцы, картошка. Все, что хотите. Я купил имбиря полкилограмма еще. Буду его есть для профилактики. Прицепил камеру на велосипед и возвращаюсь домой. По дороге, друзья, мы посмотрим, что и как здесь. Кришна защищает Вриндаван. И преданных своих. Здесь пока что все спокойно, все хорошо. Что хочу сказать. Пока ездил, наблюдал, как некоторые преданные просто спокойно прогулочным шагом ходят по улице и читают мантру с мешочком. Друзья, если у нас тут все спокойно и хорошо, это не значит, что нужно вести себя так, как будто ничего не происходит. Нужно ходить в масках. Нужно выходить из дома только, когда не это необходимо. Когда вам нужно купить продуктов, купить воды. Или, я не знаю, сделать какие-то неотложные дела. Не нужно сейчас в это время здесь просто прогуливаться с мешочком и без маски. Я понимаю, что вы не боитесь этого вируса, но местные его боятся. И, пожалуйста, не нервируйте их лишний раз. Помните, что несколько напуганных, невежественных людей гораздо страшнее любого вируса. Читайте мантру, медитируйте, читайте вашу джапу, сидя у себя дома. Это нормально сейчас. Вот есть время, чтобы заняться собой. Не нужно для этого выходить на улицу и прогуливаться. Эти три недели пройдут очень быстро. Вот уже неделя прошла. Я, честно говоря, не заметил, как она прошла. Вот тоже продают овощи. Слева, видите, магазинчики открыты. Никаких проблем. В таких магазинчиках можно купить некоторые овощи, какие-то вещи первой необходимости. А молоко можно купить. Вот еще один магазин проехал, слева открыт. Девочки ходят. Меньше бы они ходили, конечно, здесь во Вриндаве. Я смотрю, ну слишком много людей на улице. Я надеюсь, что они все на улице, потому что им это действительно нужно. Вот я выехал, мне это действительно нужно. Я вообще три дня или четыре сидел дома, никуда не выходил. Я тут выехал за свежими продуктами. Всяких разных круг, там всего такого. У меня много. А свежие продукты заканчиваются или портятся. Вот смотрите, справа парень продает овощи с лотка. Видите, никто ему не запрещает это делать. Можно покупать вот с таких лотков прямо здесь, недалеко. Вот здесь уже недалеко от нашего дома совсем. И не обязательно ехать в центр. Вот я ездил в центр только сегодня ради того, чтобы кое-что купить в магазине, в таком маленьком супермаркете. И ради того, чтобы снять деньги в банкомате. Вот еще лавочка открыта. Еду в маске. Во-первых, надо носить маску обязательно. Я видел, друзья, некоторые кришнаиты гуляют, читают мантру по улице. Без масок. Не делайте этого, друзья. Не накаляйте обстановку. Здесь пока очень хорошо. Все во Вриндаване. Слава Кришне. Но это не значит, что нужно этим злоупотреблять и как бы лишний раз нервировать местное население. Одевайте маски, выходите из дома только это, если вам действительно нужно. Даже если вы не боитесь заразиться этой гадостью. Вот я видел полицейские стоят. Проехал мимо них. Вот такой репортаж. Вот слева магазинчик, где можно заправиться газом. Это очень хорошо. Вот он, видите, слева. Это очень хорошо, что он работает. Потому что газ это тоже жизненно важная вещь здесь сейчас. Газ, электричество, связь. Продукты. Вот проехал парень с лотком. На лотке продает овощи. Им никто не запрещает продавать овощи. Вон впереди тоже, вижу, парень с овощами едет. Очень много этих лоточников. Это как бы такая доставка до дверей, получается. Почти до дверей они привозят. На лотках эти овощи. По нашим, по вот маленьким райончикам, типа как у нас. И, в общем-то, людям не обязательно далеко ехать, чтобы купить овощи. Все хорошо. Вот сюда, видите, вот это наша деревня. Здесь сюда привозят тоже овощи периодически. К саду идет. Отличный складной, маленький, легкий, да. Выручает. Вот велосипед сейчас выручает, конечно. Для мотоцикла надо бензин. Заправляться. Это лишнее передвижение по улицам. Заправляться где-то, искать. Но велосипеду ничего не надо. Здесь вполне достаточно. Обычного велосипеда, чтобы съездить за продуктами. Быстро смотаться. Сделать все дела и вернуться назад. Когда сидишь постоянно дома, ты не двигаешься. И это очень плохо для здоровья. Велосипед это все-таки, вот я проехался, нужны физические упражнения. Можно отжиматься, конечно, дома. Там бегать, прыгать просто вот так. Но вот на велике я проехался, я чувствую, что хорошо. Так, давайте посмотрим, что купил я сегодня. Несколько дней сидел дома, никуда не уезжал. Время быстро идет. Так, купил все-таки себе вот этого напитка себе вредного. Местный аналог кока-колы. Молоко. Купил молока, чтобы нормальный чай сделать, не с сухим молоком все-таки. Немного овощей. Много я овощей не набираю, потому что холодильника нет, они портятся. Картошки у меня еще много, очень много картошки. И здесь я купил имбиря. Они его моют, он мокрый, надо его высушить, а то он сгниет. И лимонов, и помидоров. Килограмм помидоров, полкилограмма лимонов там. И немножко имбиря. Так, это овощи. Купил лампочки, вот такие две. Надо мне в туалет лампочку. И в прихожку лампочку. Купил еще вот такой кофе. 200 рупий он стоит. Это такой интересный, довольно вкусный напиток, индийский. Он не очень крепкий, этот кофе, потому что это смесь кофе и цикория. Довольно вкусная штука, мне нравится. Вот этот привкус цикория в кофе. И не так много кофеина. Вот купил печенье вот такие с чаем. Набрал арахиса. Очень хорошо у меня уходит арахис, друзья. Ну просто супер, как уходит арахис. С чаем, с водичкой, с кофе. Купил вот такую штуку, не знаю, что это. Просто вот взял с полки и купил. Купил еще сахара. Вот такая упаковка сахара стоит 35 рупий. 35 рублей. Вот здесь полкилограмма, наверное, уж больше. Это какой-то не совсем белый, друзья. Он коричневый сахар. Очень мелкий. И коричневый. Если это сахар вообще. Вроде было написано сахар. Купил вот такой ножик. Чистить картошку. Очень удобная штука. Можно чистить картошку, морковку. Ну, как обычно, вот такие штуки продаются и у нас, в Владивостоке. Конечно, на рынке. Купил меда еще. Вместо сахара пью с чаем. Медик. Купил вот такой майонез. Для салатов. Буду делать салаты. Ну, это... Не знаю, что это вообще. Какая-то паста. Купил на пробу. Чатни. Чатни это соус. Еще трешун. Кстати, забрал трешун. Вот последний. Не знаю, за сколько он мне продал. В общем, трешун весь расхватали. Наверное, люди смотрят мои видео, где я расхваливаю этот трешун. И поэтому трешун закончился. Купил вот такую отвертку крестовую. Вчера полдня занимался ремонтом квартиры своей текущей. Мне не хватало вот такой отвертки большой и длинной, и как бы нормальной. Более-менее, которой можно пользоваться. У меня тут за 10 лет повываливались розетки. Вот я сделал. Потому что то, что здесь было, там металлическая часть, она просто проржавела от влажности. За 10 лет и вывалилась. И у меня тут болталась вот так розетка. Я сделал вот такую штуку. Просверлил дырки в стене, прям через плитку просверлил. У меня специальные сверла биты для дрели. По кафелю. Выписывал на Амазон. И вот такая розетка. И что-то еще здесь у меня осталось. Это супы. Хорошо идут тоже вот эти супы растворимые. Собственно, а, еще немного масла. Посмотрел, у меня масло. Не так много у меня осталось растительного масла. Вот бутылочка масла, еще маленькая. Купил еще вот такую отвертку. Это индикатор фазы. Электрики знают, там стоит неоновая лампа, и можно проверять. Если фаза на проводе, тоже пригодится хозяйстве. Тысяча рупий за все это. Сейчас устанавливаю лампочку у себя в туалете. Такие светодиодные лампы здесь продают. Это 7 ватт лампа, но светят они хорошо. Очень хорошо светят. Наверное, вот 7 ваттная лампочка светодиодная индийская такая. Она светит, как лампочка 60 ватт. Обычное накаливание старое. А вот эта лампа у меня стоит, хитрая. Даже если отключают электричество, она работает. Там внутри есть батарейка. Аккумулятор, он заряжается, когда есть свет. Если свет выключают, она светится. Классная штука. С этого с Амазона выписал. Вот сюда я хочу эту лампочку. А эту не включать. Вот эту не включать, а вот эту включать. Оп. И все замечательно. Как-то так, друзья, живем, пережидаем это все. Ну, можно сходить на крышу. Сейчас мы с вами сходим на крышу, посмотрим, как там обстоят дела. Зачехленный синтезатор. Мне пришел с Амазон чехол. И вот эта вот штучка от пыли такая специальная, очень качественная, кстати, она шла в комплекте с чехлом для синтезатора. Ну что ж, давайте пойдем на крышу. На крыше дома моего. Смотрите, я сейчас на лестничной клетке здесь у нас. Вот так можно посмотреть наружу. И видите, там продают сладка прямо около дома. Привезли овощи. Там капуста, я вижу, баклажаны, что-то еще, зелень. Прямо к дому привозят овощи. Это замечательно. Это прекрасно и хорошо. Я выходил сюда ночью, друзья. Здесь у нас ночуют обезьяны, вот в этом месте. Они нашли тут пристанище. А все бы ничего, если бы они не гадили здесь. А то они ночуют и тут же капают. Я когда сюда выхожу, у меня первая мысль, как тут клево. Как тут классно. Постоянно дует ветерок вот отсюда, с реки. Ну и здесь в изоляции. Много времени, чтобы поразмыслить. И возникают разные мысли. Иногда хочется уехать во Владивосток. Думаешь, может как-то уехать, попробовать. Но это сейчас пока невозможно на самом деле. И иногда думаю, что как хорошо, что я здесь. По крайней мере здесь есть у меня крыша. Я могу выйти погулять на солнышке. Сейчас там, я думаю, ситуация ухудшается в России. И объявят карантин такой же, как здесь. И там вообще нельзя будет никуда выйти. И уж, по крайней мере, вот так погулять под солнышком у меня в Владивостоке негде. В этой квартире. А здесь есть вот такая замечательная, прекрасная терраса на крыше. Это частная территория. Здесь можно прогуливаться. Можно сидеть на качелях вот под этими беседками, под навесом в тени. Можно читать книжку. Можно смотреть на священную Ямуну. Да, просто выйти, походить по кругу, если вдруг какая-то у кого-то клаустрофобия находиться в четырех стенах, заперти. То вот это место на крыше, оно очень хорошо избавляет от такой клаустрофобии. Получается, что снаружи карантин. Просто так выходить гулять нельзя. Но ты поднялся на крышу, походил и как будто ты вот куда-то сходил, прогулялся на природу. Здесь вот в тени этих беседок три качели. Есть вот таких из нержавейки сделанных, очень качественные качели такие. В общем, друзья, остаемся на связи, смотрим, что будет дальше. Скоро будет видео про Шри-Ланку. Отвлечемся немного от всей этой хрени с заразой, распространяющейся по миру. Есть у меня еще довольно много невыложенного, так сказать, докризисного материала, там где мы с Сашей. Также я попробую сделать небольшое видео с аналитикой событий, основываясь на разных статьях, именно индийских, англоязычных статьях, которые я читаю здесь на индийских новостных сайтах. Очень интересные есть статьи, например, интервью главного индийского вирусолога. Очень интересная статья, там есть информация, над которой можно поразмышлять. Так что, друзья, подписывайтесь на канал IndiaMagicTV, вступайте в нашу открытую группу в Facebook по ссылкам в описании. Там же найдете ссылку на мой профиль в Instagram. А я с вами временно прощаюсь. До свидания. Всех благ. Намасте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok